Борис Гребенщиков. Дело мастера Бо. Попытка прочтения. Почему попытка? Потому что поэзия вообще не терпит никакой однозначности. Каждый читатель воспринимает то или иное стихотворение действительно по-своему, в зависимости от своего уровня образования, жизненного опыта, да в конце концов даже от настроения. Особенно это становится заметным в поэзии 20 века. И Ахматова написала строчки, которые это все объясняют. И может быть, поэзия одна великолепная цитата. Цитаты иногда бывают скрытые, без кавычек, неявные. Тогда они называются реминисценциями. И текст становится интертекстуальным, внутрь, все дальше и дальше. Мы попытаемся сегодня пробраться через текст Гребенщикова и понять, о чем он. Потому что с первого раза неясно, неясно, что здесь происходит, о чем говорит поэт. Продолжаем. Слова Ахматовой. И так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике, и вот чужое слово проступает. Если мы попробуем увидеть, найти и понять эти чужие слова, тогда нам откроется и основной текст. Бориса Гребенщикова. Она открывает окно. Под снегом не видно крыш. Она говорит, ты помнишь, ты думал, что мир состоит из молекул? Ответа на этот вопрос не будет. Видимо, наш герой уже понял, что не все можно разложить на молекулы, на атомы. Что что-то есть в этом мире непонятное, непостижимое, и то, что нельзя измерить. И попытаемся понять, что же это такое. Дракон приземлился на поле. Поздно считать, что ты спишь. Откуда дракон в русской поэзии? Для того, чтобы это понять, может быть, это и есть то самое чужое слово, та самая скрытая цитата, откроем книгу «Перемен», древнекитайскую философию. Китайцы считали, что жизнь человека можно разделить на какие-то отдельные этапы пути. Каждый этап будет описан условной гексограммой. Книга «Перемен» как раз и состоит из этих 64 гексограмм. Если мы прочитаем первую гексограмму, которая называется «Творчество», мы увидим удивительное совпадение со строчкой Гребенщикова. «Дракон приземлился на поле». Через творчество, значит, и можно открыть это непостижимое и неисчислимое. И «Дракон приземлился на поле» значит, что человек, полная творческая сила, которая зашифрована в образе дракона, уже готов, уже может выйти из своего уединения и отправится в дальний путь. Дальний путь – это, конечно, жизнь. Но время сомнений прошло. Уже раздвинут камыш, благоприятен брод через великую реку. Великая река, конечно, жизнь. И наш герой отправляется в путь и пытается перейти ее в брод. Это очень сложно. Может быть, лучше построить мост? Эта строчка тоже является гексограммой из ветника китайской книги «Перемен». И означает она необходимость ждать. А еще у нее есть второе значение, которое говорит о том, что есть смысл отправляться в путь, только когда намечена конечная цель – достичь своего совершенства. А вода продолжает течь под мостом Мирабо. И мы переносимся уже в Париж, потому что именно в Париже находится мост Мирабо, названный в честь одного из вождей Великой Французской революции. Но не только в реальный Париж, но и в Париж поэтический. Потому что так называется одно из самых известных стихотворений Гийома Аполлинера. Тихотворение, где появляется мотив реки, которая уносит любовь лирического героя. «Под мостом Мирабо тихо сено течет и уносит нашу любовь. И любовь не вернется. Течет вода под мостом Мирабо всегда». И также у Гребенщикова река становится еще и любовью, которая течет вместе с жизнью. Ну что нам с того это дело мастера Бо, пишет Гребенщиков. А кто такой Либо? Это известный китайский философ XVIII века, который, как говорили сами китайцы, достиг совершенства. Достиг гармонии с самим собой и с миром. Это то, к чему и будет стремиться наш герой через любовь, через мосты, переброшенные через жизнь, к этому совершенству. «Мы достигли середины моста. Ты лежишь в своей ванной, как средняя между Маратом и Архимедом». Что связывают эти два имена? Одного в ванной настигла смерть, это был Марат. Другой в ванной сделал свое главное открытие и закричал Эврика. Это был Архимед. С одной стороны это легенда, с другой стороны это интересная мысль, что жизнь – это как мост между жизнью и смертью, между истиной и концом. Когда мы идем по мосту жизни, мы делаем свои маленькие открытия, достигаем каких-то своих истин. А что делать с ними? Может быть, оставить их заветом для других людей? И пусть съедят нашу плоть, как хлеб, и выпьют кровь, как вино. Мы будем продолжать идти дальше в поисках истины, в поисках любви. В тексте Гребенщикова совмещается несколько пространственных и временных планов. От древнего Китая с его книгой «Перемен» и мастером Ли Бо, через евангельские мифологемы, через Великую французскую революцию с именами Миробой и Марата, через поэзию Гелема Аполлинера в город, где живет сам автор этих строк, Гребенщиков, в город Ленинград, и где, видимо, идет по мосту жизни его лирический герой. Дело мастера Бо у каждого носителя языка возникает еще и устойчивая ассоциация. Мы знаем пословицу «дело мастера боится». И тогда можно предположить, что это мысль, если каждый из нас будет идти своим путем, если он будет делать свое дело, то тогда, может быть, и придем к конечной цели, достигнем гармонии с миром. А еще Гребенщиков Борис Борисович. Может быть, дело мастера Бо – это и его дело. В одном из интервью Гребенщиков, когда его спросили, что он считает самым главным в жизни, ответил – любовь. Может быть, этим своим текстом он и пытается построить мост между любовью и нелюбовью и прийти, конечно, к любви. Спасибо за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...